Друзья, всем Белка, с вами Катя Бельчик и вы попали на новое видео. Сегодня у нас самый вкусный выпуск. Я просто обожаю миндальный круассан. Уже на протяжении года я постоянно в поисках самого вкусного. И решила сегодня вместе с вами узнать, где же можно купить самый вкусный миндальный круассан. Сколько раз я сегодня скажу это слово за видео, я не знаю. Я поехала в Москву и собрала для вас 6 экземпляров. На мой взгляд, самые интересные. По цене они тоже, естественно, различаются. Есть очень дорогой, есть самый дешевый. И сегодня мы с вами все это попробуем и узнаем, какой самый классный. Конечно, в кофейнях я покупала, выбирала круассаны сама. Но сегодня, до съемки этого видео, Митя за кадром все упаковочки очистил. Круассаны передо мной горенькие. Поэтому у меня не будет никакого предвзятого мнения к магазину, к цене и так далее. Я просто в чистую буду пробовать, смотреть, сколько в них начинки, какие они по вкусу, классные ли тесты и так далее. Вообще просто их вот есть. Сегодня я заварила себе кружку потрясающего капучино на кокосовом молоке. И давайте начинать. Это будет бомбически. Так как Катя не знает, какой где круассан, назову их вам я. Я на самом деле обожаю те ролики, в которых вы уже за экраном все знаете. А я сижу в неведении. Давайте взвесим каждый круассан. Первый. Мне кажется, он самый маленький по весу будет. 94 грамма. Мне кажется, ни о чем. 107 грамм. Мы идем на повышение. Да, вот сейчас точно будет повышение. Ух, е-мое. 157. Ну, понимаешь, еще вопрос цены, как бы. Так, а, вот этот, наверное, все же самый маленький. 85 грамм. Так. 136. Ну и финальный. Плюм. 126 грамм. Получается, пока что по весу у нас выигрывает третий круассан. А проигрывает вот этот самый маленький. С весом мы с вами определились. Давайте теперь посмотрим, сколько начинки внутри. Для меня это вообще самое важное в круассане. Я когда-то пробовала экземпляры, в которых не было начинки практически. Мне это вообще никогда не нравилось. Давайте оценим, что внутри. Давай начнем с обратного. Теперь с шестого начнем. Так. Они уже все разрезаны. Видимо, начинку в них кладут. Не понял, где начинка-то. Ну это как бы все в начинке получается. Она слилась с тестом, она впиталась. Здесь все очень влажное. Ага. Ну, странно. Ладно, давай посмотрим дальше. Может быть, такие все будут. Во. О, боже мой. А я ее прям не вижу. Это она и есть. Это она и есть. Это такой, знаете, марципан с тестом, я бы сказала. Смотрим, маленький кросса. Тоже достаточно, да? Да, тоже достаточно. Это все начинка, это все начинка крас-миндальных. Так, вот этот вот пока что лидер. О, смотри какой. Тут прям как бы, как сказать-то здесь, получается, жареная корочка, что ли, да, попала? То есть там, наверное, была чичка. Или другой, другой, другой крем, да? Да, вообще другой. Круто. Так, вот этот смотрим. Здесь такое что-то больше, больше заварное даже, мне кажется. Я такое, кстати, люблю. И последний. Тут, наверное... Это что, масло? Вообще какая-то фигня. Наверное, какие-то растительные эти. Сыр плавленый. Сыр плавленый, вообще дичь. До того, как я попробовала, я могу пока только оценить внешне, да. Больше всего меня, конечно, заинтересовал вот этот товарищ. Он и самый большой, самый поджаренный. И внутри у него очень интересная такая начинка. Еще я бы с удовольствием попробовала, наверное, вот этот экземпляр. Второй. Ну и вот этот. То есть получается второй, третий и четвертый пока самое для меня привлекательное. Но чисто внешне. Я не знаю, что будет по вкусу. Я очень хочу узнать и начать пробовать. Давайте! Первый круассан я пока не хочу пробовать. Я думаю, он мне испортит все впечатление. Мне он уже не понравился. Начнем? Пожалуй. Так, давай я могу решать. А, давай, хорошо, реши. А тут я уже чувствую твоя предвзятое мнение. Давай, все. Начинаем со второго круассана. Вот это второй круассан. Вот с него начинаем. Я всегда круассан рву, когда кушаю дома. Вот, это прям мне так нравится делать. Но я просто буду сейчас как бы из центра пробовать, чтобы начинки было по максимуму. Не лучше, что я пробовала. Чувствуется прям так масло внутри. Как будто в начинку даже масло добавили. Нет, ну в круассане как бы должно чувствоваться масло, я все понимаю. Но оно именно с каким-то привкусом сливочное масло. Ну это не маргарин, конечно, ничего такого. Давайте попробуем что-нибудь еще. Мне просто сложно по-первыхому сделать вывод. Так, этот попробовали? Да. Давай, 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 давай. Вот этот. Пятый. Ммм, окей, с удовольствием. Я так безрассудно их рву. Так, давай. Ммм. Мне вот который предыдущий показал, что у него тесто немножко уже подсохло. Здесь посвежее. Нету вот этого, кстати, привкуса масла, который мне в том так себе. Пока что пятый вкуснее. Плюс здесь больше миндаля сверху, что мне очень понравилось. Хотелось бы даже, наверное, может быть какие-то более цельные миндалинки. Вот как, например, ну как, например, на этом круассане. Или вот на этом, который я очень хочу попробовать. Неплохо, неплохо. Крем слишком впитывается прямо вовнутрь. Я просто пробовала круассан. Сегодня мы, к сожалению, не смогли его купить. Просто не было, закончился. Там было очень много крема, и он был заварным еще. Я такой не встречала круассан. Он немножко отличается от классики. Мне он понравился. Я, может быть, немножко подсознательно сравниваю с ним. Но я сегодня вот как бы вот эти круассаны собрала. Они прям, мне кажется, классические миндальные. То, что должно быть внутри. Миндальный крем. Пока что я скажу, что пятый лучше. Давай. Большой прям сразу. Прям сразу. Я хочу сразу его выделить от всех, потому что он темнее по цвету. Он явно более поджарен. И с плюсов, главное для меня, здесь очень много миндаля сверху. И он как раз-таки поджаренный. И это прям классно. То есть, здесь, в принципе, вот эти лепестки сверху, в других, они более такие сырые. Особенно вот в первом экземпляре я прям вижу, ну, он не поджаренный. Они сверху покидали, и все. Мне именно самой нравится вот такой вариант сильно поджаренного. Но я не знаю, как это пока что отразится на вкусе. Давайте посмотрим. Ой, боже. Ну, он прям влажный. Вот из него прям все вот вытекает крем. Вот так я люблю. То есть, до этого все так, типа, ну, вкусненько, но впиталось. Давайте попробуем здесь. Вот прям настолько вкусно. Вот попробуй, ты поймешь, что такой миндальный круассан. Ой, ну это жир. Жир какой-то. Офигенно, да? Вот теперь я поняла, почему я про прошлый круассан и ничего не могла сказать. Мне очень нравится то, что он поджарен. Кто-то скажет, что он даже пережарен, но для меня, наоборот, это самый смак здесь именно почему-то. Прям классно. Может быть, не знаю, чуть-чуть температура бы уменьшена, 5 градусов, да? Но это своя фишка. Ребята, внутри столько крема, он просто сочится. Мне это нравится. Его не хочется запить кофе, потому что вот тебе уже и так достаточно вот в этой влаге. А предыдущий такой сразу откусил, ху, ху, быстрее пить. Классный, пока что это лучший. Я думаю, что он вообще претендует на пальму первенства, потому что мы уже все-таки анализировали другие, и там не было столько крема. Ну, давай посмотрим. Может, сейчас нам первый там вообще, знаешь, разорвет нас. Да, давай шестой на пони. Шестой экземпляр. Они похожи, конечно, внешне с третьим. Это плюс, потому что третий мне понравился. Что не похожего здесь, что вот лепестки миндаля сверху все практически разваленные. То есть там было больше цельных таких структур. Здесь как бы, ну, такая пыль больше, да? Ну, есть где-то, конечно, просматриваются цельные, но не очень. Сейчас я его разорву, посмотрю. Ну, он сухой внутри. Из него ничего не вытекает. Ну, тесто такое прикольное. Давайте попробуем просто и все. Кстати, очень приятный. Сливочный такой. Наверное, это пока что второй. Ну, давай вот этот первый экземпляр. Ну, давай. Ну, между прочим, он самый красивый. Ты знаешь, кстати, он не посыпан пудрой, что интересно. Всегда все посыпают пудрой. Это, в принципе, мне кажется, такой, ну, как бы, правильный прием для круассана миндаля. Здесь не посыпали. Вот я, опять же, говорю, сырой миндаль. Я такой, ну, не очень. Ну, да, он по форме, ну, он такой, ну, он прям вообще, он очень сухой. То есть, в нем вот эта начинка. Пахнет амаретто, вот понюхаю, сиропом. Да. Ну, то есть, это чисто вообще какая-то замена. Амаретто очень сильно чувствуется. Кстати, крем ничего такой внутри. Здесь именно как раз тот образец с заварным, да? Это было бы неплохо, если бы туда не добавили тупо сиропа. То есть, здесь по факту нет миндаля. Никакое тесто сухое очень. То есть, в начинке вообще практически нету. Ну, я, если бы его попробовала впервые, когда мне сказали, сегодня ты попробуешь впервые миндальный круассан. По нему все тащатся, это так круто. Я пробую, говорю, а, окей, это вот это, но я больше не хочу это есть. То есть, остался маленький? Ну, давай. Малыша попробуем. Очень-очень много миндаля. Он весь цельный. Выглядит прям достойно, правда. Ммм, начинка. Вы знаете, сегодня такой странный рейтинг у меня получается. То есть, у меня есть откровенный лидер и откровенный проигравший. А все остальное, оно для меня как бы смешалось. То есть, такое, типа, ну, ну, отличный круассан. В принципе, можно его купить. То есть, естественно, лидер для меня это третий, проигравший первый. Все остальные, вот, честно, мне сложно их ранжировать. Они как бы ок. Вот, наверное, чуть проиграл второй. То есть, я бы его отправила на пятое место, да? На четвертое место я отправлю шестой. Вот эти два. И давайте маленькому круассану я дам второе место. А пятому экземпляру я дам третье. Ну, это такой приблизительный рейтинг в моем сознании. Но для меня главное, что я сегодня все же выделила прям крутого лидера. Все остальное для меня, оно уже не так важно. Ну, сейчас давайте, пожалуй, я попробую догадаться. И вспомнить вообще, где мы их покупали. Ну, очевидно, первый это самый дешевый. И это One Price. По-моему, в кофиксе такие же круассан. То есть, понятно, там от миндаля даже ничего не осталось. Хотя, вот знаете, как расценивать 110 рублей? Разве это дешево? То есть, это не сильно дешевле. Если бы он стоил 50 рублей, я могла бы оправдать такую замену. Но по факту он стоит рублей на 10-20 дешевле, чем средний круассан, да? Победа! Это было легко. Второй, фиг знает. Вообще, я думаю, это... Это либо хлеб насущный получается, либо бадрера. Вот это вот кондитерское. Бадрера. No. Нет, хлеб насущный, значит. Да. Стоил он 185 рублей. Блин, камон, не знаю. Знаешь, кроме как ног, я ничего не могу сказать. Наверное, дороговато для такого. То есть, ты сразу определяешь, что пятый это бадрера, да? Ну да. Теперь третий. Я предполагаю, что это макбургер. И если я права, то я сейчас офигею. Знаете почему? Я права? Права, конечно. Знаете почему? Потому что он стоил 119 рублей. Девять рублей разница с первым. И такое колоссальное безумие внутри. Просто куча начинки. Миндаля. Девять рублей разница. Серьезно? Макбургер, пишите. Я готова за бартер с вами сотрудничать. Честно слово. Следующий, получается, маленький. Это вот кофейня вкусвилл. Да. То есть, смотрите, в чем прикол. Он стоил 125 рублей. По мне, он слишком маленький для такой цены. Потому что во вкусвилле другой круассан, большой, стоит 129 рублей. Извините. 4 рубля разница. Но тут же я вам хочу сразу сказать, что маленький гораздо вкуснее, чем большой оказался. Чем тот, который мы привыкли брать в хлебном. Вот я понимаю, что это все же шестой экземпляр, да? Потому что это единственный круассан, на котором посидели грузчики, как всегда. Друзья, давайте это обсудим. Ну вот вы покупали даже миндальный круассан во вкусвилле. Почему они всегда в таком состоянии приезжают? Кто на них сидел? Я не готова платить деньги за круассан, на котором сидели до меня. Я хочу сама его взять и посидеть на нем, понимаете? То есть, ну придумайте другую упаковку. Ну кладите их в холодильнике, на какую-то подложку. Ну почему мы должны есть постоянно раздавленную вещь? Я не поняла. Я немножко перескочила по цифрам. Ну тут просто уже всем стало все очевидно, да? Я не готова по факту купить ни маленький, ни большой. Они как бы норм. Но для меня лично немного дороговато за такой объем отдать 125 рублей. В данном случае, когда я знаю, что я могу на заправке купить его за 119 рублей. И получить максимум удовольствия, максимум веса, вкуса и всего. И что сказать мне про пятый экземпляр? Ну как бы не знала, я про него и не знала. Он вкусный, но почти 200 рублей. Нет. Друзья, я считаю, главное, что сегодня для себя лично я определилась, какой круассан миндальный самый вкусный. Я прошу вас сейчас в комментариях отозваться и написать, где вы покупаете миндальный круассан. Может быть даже в вашей местной пекарне в каком-то городе. Просто напишите, потому что другие люди могут узнать, где же взять вкусный круассан. Если вы еще никогда его не пробовали, то я бы очень вам рекомендовала начать. И вступить в наш клан миндальных любителей. Мит, ты в нашем клане? Нет. Я в клане любителей лепешки. Всем огромное спасибо за просмотр. До новых встреч.